Библейский портал экзегет.ру представляет В 12 главе третьей книги «Царей» или «Царств», которую я сейчас прочитаю в своем переводе для библейского портала «Экзегет», описывается одно из самых печальных, хотя внешне, казалось бы, неприметных событий и разделение царства, единого царства Давида и Соломона на два, северное и южное. Ну, вообще, историописатель, повествователь, он явно относится к южному, к аудейскому царству. И как мы можем описать в нашей истории, если мы пишем историю своего царства, какие-то отпадения, какие-то мятежи? Конечно, мы молодцы, а вот они от нас отделились, потому что они нас не любят, потому что у них там грехи всякие, потому что они чего-то лишнего захотели. Посмотрим, как описывает наш повествователь эту историю. Напомню, что в 11 главе царь Соломон умер, что перед смертью он получил пророчество о том, что от его сына будет отторгнута большая часть его царства, 10 колен из всех 12 израильских колен или племен, за то, что он, пойдя навстречу пожеланиям своих многочисленных жен и наложниц, стал участвовать в языческих кольтах. И как это произошло? Рехавам, это наследник Соломона, его сын, отправился в Шехем, ибо в Шехем сошли все израильтяне, чтобы поставить его на царство. Ну, Шехем один из древнейших городов, такое, видимо, место удобное для собрания. Иерусалим все-таки, ну, ассоциируется, прежде всего, с иудейским коленом, хотя он где-то на границе. Когда Иеравам сыновата, а я напомню, что Иеравам уже получил тоже пророчество от еще одного пророка, что он будет царем, что он после смерти Соломона сможет забрать эти самые племена от Рехавама. Услышал об этом, он был еще в Египте, куда бежал от царя Соломона, а он уже как мятежник себя ведет. Но Иеравам пока остался в Египте, так что за ним послали и призвали его. Иеравам явился со всем собранием израильтян к Рехаваму, и они сказали, тяжкий был для нас гнет твоего отца. Облегчи же назначенную твоим отцом огромную работу и тяжкий гнет, который он наложил на нас, тогда станем тебе служить. Смотрите, в повествовании о Соломоне ничего о гнете не говорится, но там огромная строительная программа, огромные доходы. А откуда же это все не с неба падает? Значит, народ в основном занимался этой деятельностью, и, очевидно, были действительно тяжелые, у них такие обязательные работы, выплаты всякие налоговые и прочее, прочее. Он ответил им, ступайте и приходите ко мне вновь через три дня. Народ разошелся. Ну, он не торопится принимать решение, заявка ясна, но как себя повести? Царь Рехавам посоветовался со старейшинами, которые были при отце его Соломоне, пока тот был жив и спросил их, какой посоветуете дать этому народу ответ? Так сказали они ему, если теперь станешь этому народу слугой, покоришься им и в ответ скажешь им добрые слова, то станут они твоими слугами навсегда. Господи, навстречу, выслушай пожелания людей, удовлетвори их, и они тебя будут любить. Но отверг он совет, который дали ему старейшин, как-то я буду слушать каких-то там простолюдинов, и обратился к юношам, которые росли вместе с ним и стояли перед ним теперь. Да, такие молодые самцы играют, тестостерон, давай, круто все будет. Он спросил их, а вы что посоветуете ответить этому народу, который обратился ко мне с просьбой облегчить гнет, который наложил на них мой отец? И юноши, которые росли вместе с ним, отвечали ему так, что скажешь ты народу, который обратился к тебе, дескать, тяжик был для них гнет твоего отца, как ты облегчишь его? Вот что ответим, мой мизинец толще, чем бедро моего отца. Да, вот какой я крутой. Тяжик был для вас гнет моего отца, а я еще утяжелю его. Отец мой наказывал вас плетьми, а я стану наказывать скорпионами. Ну, тут есть догадка, что скорпионы – это особый вид какой-то плетки с каким-то, может быть, на конце жалом, которым там выдирают прям куски мяса из тела. А может и просто скорпионами, которые довольно болезненно кусаются. Можно себе представить наказание скорпионами, когда человека помещают вот в некоторое место, где эти скорпионы уже наловленные сидят, и они его жалят, жалят, жалят. Видимо, очень тяжелое наказание. Ну, мы не знаем точно. Ясно, что он вас плетьми драл, а я вообще шкуру с вас спущу полностью. Не буду даже комментировать, все понятно, да? То есть молодец Каудаль играет, и есть представление о том, что народ, который терпел при Соломоне, и еще потерпит. Подавляющее большинство мятежей и революций с этого и начинались. Яровам и весь народ пришли к Раховаму на третий день. Обратим внимание, что Яровам, тот, кто собирается забрать себе, собственно, большую часть израильских племен под начало, он не торопится провозгласить себя царем. Он ждет, пока тот дискредитирует. То есть ни один мятежник не будет иметь успеха, пока центральная власть сама себя не сделает, ну, такой, опротивившей своему народу. Яровам и весь народ пришли к Раховаму на третий день, как и велел им царь. Приходите ко мне на третий день. Царь отвечал народу сурово, отбросив совет, который дали ему старейшины. Он сказал им то, что посоветовали юноши. Тяжий был для вас гнет моего отца, я еще утяжелю его. Отец мой наказывал вас плетьми, а ясно наказывать скорпионами. Царь не стал слушать народ, и было это от Господа, чтобы сбылось слово Господне, сказанное через Ахию, и сшило Яроваму, сыну Невата. То есть даже вот такое безрассудное поведение, оно в конечном итоге служит исполнению божественного замысла. Все израильтяне увидели, что царь не стал их слушать, и в ответ царю народ сказал, что за доля для нас у Давида, какая участь нам от сына Ишая. Расходись по шатрам своим, Израиль, позаботься о собственном доме, Давид. И разошелся Израиль по своим шатрам. Вот как это происходит, да, в царствовании Давида. Много историй про мятежи, когда какой-то отдельный человек, там, Авшалом это был, берет на себя вот роль лидера недовольных, он поднимает восстание, были и другие эпизоды. А здесь, смотрите, здесь даже Яровам ничего не должен предпринимать. Вот мудрый правитель вроде Давида может столкнуться с мятежом, с восстанием, с противодействием, но ему нужно очень много мудрости и тонкого какого-то расчета, и силы в том числе, чтобы этому противодействовать. А глупый правитель сам поднимает мятеж, потому что он ставит народ в положение, в котором тот не хочет оставаться никак. И предводитель-то не нужен. А если будет нужен, найдется в любой момент. Вот история ровно про это. Рихавам теперь царствовал только над теми израильтянами, которые жили в городах Иудеи. Царь Рихавам послал к прочим израильтянам Адураму, руководившего трудовой повинностью, но они забили его камнями до смерти. Вот переговорщика убили. А царь Рихавам поспешил зайти на колесницу и бежать в Иерусалим. Так остальную израиль отделился от дома Давидова и отделен по сей день. Повествователь пишет явно в то время, когда царство разделено, но северное еще не погибло, оно погибнет в восьмом веке. А у нас сейчас десятый. Когда израильтяне услышали, что Яровам возвратился из Египта, то послали за ним, привели в собрание и поставили царем над всем Израилем. А за домом Давидом оставалось только Иудеи, и, собственно, родное колено Давида и его потомков. Когда Рихавам прибыл в Иерусалим, он собрал из всех Иудеев и из племени Вениамина 180 тысяч богатырей, годных к войне, чтобы пойти на израильтяна и вернуть царство Рихаваму, сыну Соломона. Но было такое слово Господней Шимае, человеку Божьему. Передай Рихаваму, сыну Соломона, царю Иудейскому, и всем Иудеям, и Вениамитянам, и прочему народу, что говорит Господь, не ходите на войну с братьями своими израильтянами, возвращайтесь каждый в свой дом, ибо это было от меня. Они послушали слово Господне и разошлись, как велел им Господь. Вот ясная разница с мятежами времен Давида, когда была воля Господня на то, чтобы царство оставалось единым, но в ситуации, когда вот уже начиная с конца правления Соломона, цари в Иерусалиме ведут себя недостойно, этой воли нет. И дальше уже вступает в силу игра интересов, каких-то частных выгод, раскладов, пожеланий и прочего. «Еровам отстроил Шехем на Ефремовом Нагоре и стал там жить, ну, то есть, своей столицей сделал. Потом он вышел оттуда, построил Пенуэль и сказал Еровам в сердце своем, а ведь дом Давидов может вернуть себе царство. Если будет этот народ ходить, приносить жертву в храме Господнем, то сердцем он обратится к своему господину Рихаваму, царю Иудейскому. Тогда они убьют меня, вернутся к Рихаваму, царю Иудейскому. То есть, единство культа, пусть не стопроцентное, пусть с этими рецидивами язычества, но все-таки есть Иерусалим, священный центр, где Скиния, где храм Соломонов, и туда ходят все. Посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал людям, «Не стоит вам ходить в Иерусалим, вот Боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Два тельца. Как во времена, когда Израиль вышел из Египта и на горе Сина или Хариф получил заповеди, но простые израильтяне сделали себе золотого тельца. Вот Яровам, который делался от сына Соломона Рихавама, он делает абсолютно то же самое. Одного он поставил в Бейтель, а другого в Дане. Такие крайние точки его царствования. Бейтель южная, Дан северная. То есть отметил священными такими изваяниями границы. И дело было это греховным. К одному из них люди ходили даже в Дан. Он построил святилище на холмах и ставил там священниками кого угодно, а не потомков Левия. Вот еще один принцип. Единство места, Иерусалим и храм, и единство священства, только потомки Левия, колена левитов. Он нарушает то и другое, потому что ему важно размыть, размыть эту идентичность. Вот чтобы не было единого культа, единый культ политически нецелесообразен. Единый культ вызывает почтение к тому самому царю, с которым он враждует. Ервам очинил праздник, 15-й день 8-го месяца, подобный праздникам, какие были ваудеи. Он сам приносил в Бейтель жертвы тельцам, которых сделал на жертвенники, и поставил в Бейтель священников, зачрежденных им святилищ. Ну вот просто понятно, что Бейтель становится главным культовым центром в замену Иерусалима с нарушением всех основных принципов, собственно, Моисеева закона. Итак, он поднялся в 15-й день 8-го месяца. Этот срок он выбрал сам для праздника израильского народа к жертвеннику, который сам и воздвиг, чтобы совершать воскурение. Вот принцип недолжного отношения к религии, который здесь вполне ясно представлен. Он сам выбрал время праздника, он сам отлил статую Богу, он сам совершил жертвоприношение, он сам назначил, кого попало священниками. То есть пусть будет все так, как я хочу. Для как раз ветхозаветного отношения, да и не только его, но для ветхозаветного отношения к почитанию Бога характерно представление, что все делается только по его же Божьей воле. То есть что человек не сам определяет, не сам решает, как это все должно происходить. Для мятежника это мешает, потому что политическая целесообразность велит ему поступить иначе. Но раз так, то проблемы будут. И как раз в следующей 13 главе вот этот самый священный участок в Бетеле, он слышит некоторую весть в своем будущем. Субтитры создавал DimaTorzok